МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это такая тайна обольщения в научно-познавательном проекте «Секреты древних любовниц» смотрите ближе к полуночи. Мы привыкли считать, что машина времени – это фантастика. Но в том-то и фокус, что фундаментальная наука как раз возможность путешествия во времени не отрицает. Напротив, существуют теоретические обоснования того, что отправка человека в прошлое или в будущее – задача абсолютно решаемая. Первым всерьез об этом объявил еще Альберт Эйнштейн. Но если Эйнштейн прав, значит, в будущем, далеком или не очень, машина времени уже существует. А раз она существует, значит, существуют и путешественники во времени. И если не мы, то к нам из будущего уж точно могут наведываться гости. Звучит, конечно, не слишком по-научному, но мы же в самом деле не будем спорить с Эйнштейном. Тем более, что наука время от времени сталкивается с поистине невероятными фактами. Может ли первой машиной времени стать большой адронный коллайдер? В декабре 2014 года ученые запустят прибор на полную мощность и начнут амбициозные эксперименты. В частности, физики из Церна намерены создать в лабораторных условиях подобие настоящей космической черной дыры. Это область гигантского притяжения, которая поглощает даже свет. Ряд экспертов считает, что вблизи нее искривляется время. И, возможно, именно в черной дыре находится выход в иное измерение. Что произойдет, если коллайдер откроет эти звездные врата? Смогут ли ученые переместить частицу в прошлое или будущее? Или черная дыра поглотит нас, и вся планета сместится в параллельный мир? Кого или что мы там увидим? При слове «время» мы смотрим на часы, но это более сложное и многогранное понятие. Принято считать, что время течет равномерно. Однако это зависит от точки Вселенной, где его измеряют. Экспериментально доказано – в космосе время течет медленнее. Теория относительности Эйнштейна гласит, что время искажается гравитацией планеты. Значит, в черной дыре время несется с бешеной скоростью. Однако и на Земле гравитация разная. Это зависит от распределения массы, поскольку планета – не идеальный шар. И наличие участков, где время течет по-разному, вовсе не противоречит научной теории. Подполковник милиции в отставке Александр Захаров подозревает, что феномены времени как-то связаны и со способностями человека. Он пережил невероятный случай. Это было на объездной Челябинской дороге под Миасом. Плавненько вхожу в правый поворот, все, выхожу, из него скорость небольшая, километров 60-70. Ну, я выхожу, немножко подал газку, и тут картина, от которой, честно говоря, у меня волосы встали дыбом. Вот на этот подъем идут два КАМАЗа. Одна тяжело вооруженная фура по правой стороне, а на моей стороне идет МАЗ. Он, видимо, легкий, он пытался, видимо, ее обогнать на подъеме, эту фуру. Но разгона не хватило, и тут вылетаю я. До грузовика, который несся навстречу Александру, оставалось не более 200 метров. Через считанные секунды все могло закончиться лобовым столкновением. И вот в этот момент, вот знаете, время для меня, оно как бы остановилось. Я четко вижу, как вот этот КАМАЗ, он тормозит. На фуру я как-то не обращал внимания, вижу, что аж там покрышки дымятся, горят. И он едет медленно-медленно. У меня же в то же время, как бы, ну, скорость остается, как бы, прежней. И вдруг я вот смотрю, что там вот просветы, я по обочине проскочу. Я понял, что нужно дать немножко газа, аккуратненько газу, ну, и в притирочку с этим КАМАЗом проскочил. Вот по обочине, ну, прямо вот в притирку. По ощущению Александра, секунды тянулись, как минуты. Это спасло подполковнику Захарову жизнь. Но что именно произошло в этот момент? Смог ли водитель замедлить время вокруг двух чужих машин или растянул свое? Тогда Александр так и не понял. Он читал, что способность изменить скорость внутреннего времени присуща йогам и людям, которые занимаются духовными практиками. Но подполковник Захаров никогда не интересовался подобными вещами. Если мы говорим о стрессовых ситуациях, то там активируются скрытые способности нашего мозга. Плюс надо говорить о том, что внимание наше становится очень изборочным, узкотуннельным и при этом очень обостряется. Поэтому вот эти субъективные ощущения того, что все это стало как в таком замедленном ролике, в силу того, что туннельное такое внимание, оно возможно. Однако позднее Александру Захарову довелось пережить еще один странный случай. В тот день подполковник отправился с женой на прогулку в лес. Место было ему хорошо знакомо до определенного момента. Вдруг, в какой-то момент времени, то ли я потерял направление, то ли контроль над собой, то ли контроль над местностью. Ну, сначала я ощутил какое-то легкое непонятное беспокойство. Ну, совершенно беспричинное. Оглянулся, посмотрел, опаньки, а я места-то не узнаю. Мужчина заметил, что разминулся с женой, стал ее искать, решил позвонить, но вспомнил, что мобильный телефон остался в машине. При себе у него были только часы. Я посмотрел на часы, ну, пытался сориентироваться, как бы, полчаса, направив 12 на солнце в сторону юга. И примерно сориентировался по сторонам света, начал выходить, тем не менее, как бы, направление несколько раз. Я не мог выйти. То буревом приходилось, в общем-то, давать крюки. Александр услышал звук автотрассы и побежал в ту сторону. Неожиданно для себя Александр вышел на проселочную дорогу, и та привела его к машине. Там его ждала взволнованная жена. Она сказала, что ждет уже полтора часа, но по часам подполковника прошло в три раза меньше. Потом посмотрел на часы в машине. У них то же самое время, что и у жены. Мои отстают где-то на полчаса. Думаю, вот интересно как. А куда пропало полчаса времени у меня? Ну, я потом жене рассказал, что заблудился. Сегодня офицер МВД в отставке занимается изучением аномальных явлений. Собирает и описывает любопытные факты, связанные со временем. Он ищет ответ на главный вопрос. Какой же механизм искривляет время? И как его поставить на службу? История хранит массу примеров человеческого стремления подчинить время. Алхимики и ученые всех времен задумывались о создании машины, способной перенести в прошлое или будущее. Одни мечтали получить безграничную власть, другие стремились утолить жажду познаний. Но, как правило, дальше гипотез, чертежей и странных конструкций дело не продвигалось. Хотя современные ученые допускают возможность создания машины времени. Как же она будет выглядеть? В физике под машиной времени принято подразумевать замкнутые мировые линии частиц. Эти линии еще принято называть петлями времени. То есть, когда у нас какой-то объект или человек или частица двигался-двигался в пространстве времени и потом оказался в той же самой точке, откуда и вышел. То есть, в том же самом времени и в той же самой материальной точке. Вот такую петлю времени принято называть машиной времени. Значит, для квантового мира, то есть мира элементарных частиц, это не является чем-то фантастическим. А для человека ученые уверены, что если машина времени и будет создана, то позволит только вести наблюдение. Поездка в прошлое будет похожа на просмотр видеозаписи. Принять участие в прошедших событиях нельзя. Создать машину времени и вернуться в прошлую, и убить, скажем, свою бабушку еще до рождения у нее детей, то это противоречило бы элементарной логике. То есть мы устранили бы причину, являющуюся причиной нашего рождения. Это противоречие. Противоречие в логике. С путешествием в будущее дело обстоит иначе. Отправиться в него можно, только это будет турне в один конец. Если мы заглянем в будущее или окажемся в будущем, то мы сможем, вернувшись назад, нарушить причину, которая приводит к этому будущему, и тем самым это самое будущее разрушить. Это противоречие в логике. То есть противоречие в причинно-следственной связи. Все адекватные теорфизики и теоретики, они верят в незыблемую причинно-следственную связь. И в этом смысле существование обычных машин времени запрещается. Изобретение Виктора Булаева подтверждает эту теорию. Он создал некую установку и уверяет, что внутри нее человек может путешествовать во времени, но виртуально, знакомясь с видениями. В основе здесь тонкие энергии, высокие энергии. И здесь или слышит, чувствует запахи, видит прошлое, видит будущее. Видит разных людей в зеркале. Здесь находящийся человек в конце сеанса открывает глаза, смотрит в зеркало в течение минуты, например, и может видеть разные ситуации. Себя, родственников, себя через несколько лет. Долгие годы Виктор Булаев интересовался вопросами здравоохранения. Создание машины времени не входило в его планы. Он пытался сконструировать аппарат, который мог бы улучшить здоровье с помощью определенных электромагнитных полей. Изобретатель посещал научные институты, читал книги, общался с учеными и в результате создал оздоровительную установку. Первые пациенты неожиданно стали рассказывать, как во время процедуры побывали в своем прошлом или будущем. И время показало, что они не ошибались насчет грядущих событий. Там, кроме того, что человек сидит с закрытыми глазами, как в конусной установке и других вертикальных, в конце сеанса нужно открыть глаза, посмотреть в зеркало и получить дополнительную информацию. Как же это работает? Виктор Булаев взял за основу принцип, открытый советским астрофизиком Николаем Козыревым. Ученый представлял время как особый вид энергии, которая выделяется или поглощается в течение всех процессов. Когда Козырев завершал свои работы, он говорил, что если в лабораторных условиях удастся создать установки, уплотняющие энергию времени, то из этой точки открывается доступ в любую точку Вселенной. Это как бы вот такое научное завещание оказалось в наших руках. Зеркала Козырева – это вогнутая алюминиевая или стеклянная спираль, свернутая по часовой стрелке в полтора оборота. Внутри – кресло испытуемого и измерительная аппаратура. Изобретатель полагал, конструкция отражает физическое время и как линза фокусирует разные виды излучений, в том числе биополе человека. И вот эти зеркала времени представляли собой такую вот вогнутую конструкцию. И вот эта вогнутая конструкция, ну, когда они считали, как время течет внутри этой конструкции, как время течет наружу, это можно все-таки считать на механических часах, да, то получилось, что эти вогнутые конструкции ускоряют течение времени где-то до семи раз. Виктор Булаев изучил труды Козырева и при создании установок опирался на принцип экранирующих и фокусирующих зеркал. Самая удачная, по мнению изобретателя, установка внешне напоминает усеченную шестигранную пирамиду. Зеркальные поверхности, которые находятся внутри, параллельны. Когда человек садится в эту машину времени, он попадает в зазеркалье. Здесь все-таки используются три элемента или эффекта. Первое – материал, второе – форма, по золотому сечению расчеты всевозможные, и третье, то есть комбинация этих факторов. И третье – это структуризация пространства внутри установок и самого человека с помощью пространственных структуризаторов, плоских и объемных. В этой кабине уже побывало более полутора тысяч человек. Информация о ближайшем будущем, которую люди получают внутри кабины, практически во всех случаях получает подтверждение. Женщина из Москвы с мужем приехали, залезла в эту установку. Такое, конечно, редко бывает, чтобы она, например, из установки сказала «Записывайте». Потом сказала «Через два дня самолет упал». Не упадет, упал. Вот это произошло. Через два дня самолет упал. Погибло три человека. Это факт зафиксированный. Изобретатель отмечает, что время внутри капсулы течет по-иному. Посетители обычно уверены, что находятся внутри минут десять. На самом же деле проходят не менее получаса. Нередко посетители описывают ощущение, будто чья-то невидимая рука начинает ощупывать и вправлять позвоночник, заставляет ровно сесть. Все без исключения ощущают в кабине присутствие некоего существа. Такое впечатление, как будто по всем внутренним органам кто-то прошарился. Руками так прощупали, как-то пропальпировали там. Все проблемные места там проверили. И все, у меня растяжение локтевого сустава было. То же самое там почувствовал. Ну, то есть, такое впечатление, как будто меня проверили изнутри. И к концу сеанса у меня появилось такое ощущение, как будто я вообще не лежу, а парю в воздухе. Это как в невесомости. Невероятно. Но после посещения зеркальной пирамиды люди начинают говорить на иностранных языках. Причем это могут быть и древние языки. У некоторых просыпаются способности, которых раньше не было. Я вам привезла картину, которую нарисовала совсем недавно. Я никогда не рисовала, а вот после того, как побывала у вас на установках, стала рисовать. И мне очень нравится. Почти, когда я хожу в студию. Вот это одна из работ. Любовь Ядренкина не первый раз посещает машину времени Булаева. Менялась жизнь. Вот я потом еще приезжала через некоторое время. Я начала рисовать, ходить в студию. Я никогда не держала ни кисточку, ни краски. Мне это всегда с детства не нравилось, я никогда не ходила. А тут вот как-то это очень резко началось. И окружающему нравились мои картины. Изобретатель Булаев заметил, что многие стремятся попасть в кабину, чтобы увидеть, как в будущем сложится личная жизнь. Карьера волнует меньшинство. Люди хотят знать, ждет ли их что-то плохое, а потом стараются это предотвратить. Большую часть информации им дается по их личной жизни. То есть это отношения родственников, детей, муж, жена и так далее. Они не хотят это рассказывать. То есть я не лезу в душу конкретного человека. Конечно, посетители интересуют и перемещение во времени. Изобретатель уверен, что такую машину построить возможно, но произойдет это не скоро. Исследователи времени полагают, что для физического перемещения человека в событиях будущего или прошлого нужна не машина, похожая на кабину с креслом и пультом управления, а некая более сложная установка, которая позволит видоизменить биологическое время в теле человека, на миг прекратить физические процессы и запустить их уже в ином времени. Вероятно, в ближайшем будущем такая установка будет создана. Математик, научный сотрудник ЦИМИ РАН Анатолий Ватюков предполагает, что вскоре будет обнаружена особая частица материи, которая управляет процессами времени. Использование ее свойств позволит физически перемещаться во времени. Ученый назвал эту частицу таймон. Она как бы моделирует и время, и энергию, и все процессы. И, естественно, назвать эту частицу, вот этот вот, мировой элементарный компьютер, таймоном, потому что он занимается процессами, связанными со временем, и регулированием вот этих всех процессов. В теории существования таймона Ватюкова привело увлечение исследованием аномальных явлений, и, в частности, феноменом НЛО. Неоднократно фиксировались случаи. При приземлении НЛО в окрестностях пропадало электричество. Ученый полагает, что тарелки подзаряжаются таймонами. Когда НЛО улетает, процессы восстанавливаются. На Земле таймонов так много, что мы им не придаем значения. А вот во Вселенной эта частица в дефиците. У нас была космическая станция на орбите, и там, естественно, поселились без нашего ведома микроорганизмы. Вначале все было нормально, они вели себя прилично, а потом, вы извините, они стали жрать пластмассу, алюминий. То, что вообще им не положено есть. Почему они этого делают? По-видимому, каких-то частиц, которые мы не учитываем, и не считаем, что они вообще и должны в природе существовать. Таймонов там не хватало. А вот в алюминии, в пластмассе они застряли. Батюков полагает, что в будущем люди научатся вытягивать из человеческого тела таймоны. Для этого нужно будет разработать специальную установку. Его помещают в соответствующую капсулу. Она должна немножко вращаться, потому что иначе у него пролежь не будет. И выкачивают из него таймоны. В результате у него все процессы биологические, скорость их сокращается, ну скажем, в миллиард раз. Отсутствие таймонов, отсутствие этих процессов. Все равно они как-то идут, какие частицы там попадают. И за счет этого вот небольшого такого ухищрения он может, находясь в этом состоянии, состариться, ну скажем, минуты на четыре и попасть в другое столетие, в другое тысячелетие, переместиться во времени. Но вот как люди будут возвращаться обратно в свое время, ученый пока представить не может. Однако он считает, что ответ на этот вопрос был известен древним цивилизациям. Я предполагаю, что этот механизм давно существует в всяких там пещерах тибетских вот этих самых монахов, значит, еще каких-нибудь таких вот древних структур. Просто есть небольшой прибор, который откачивает из этой среды таймоны. Новосибирский исследователь Игорь Зимаев разработал виртуальную машину времени. Он занимается изучением времени как многогранного явления природы. Многие вещи, которые, допустим, раньше нельзя было как-то проверить, мы можем виртуально смоделировать. Есть открытый проект, проект Хронокод, в котором мы моделируем, ну, по сути, различные эффекты времени. Я написал программу компьютерную, которая позволяет виртуально переместиться в прошлое, внести туда какое-то изменение и посмотреть, как поток времени реагирует на это вмешательство. После нескольких испытаний виртуальной машины времени он пришел к выводу, как бы человек не пытался изменить события прошлого, у будущего есть некая предопределенность. Грядущие можно откорректировать, но не изменить. Рано или поздно все альтернативные вот эти варианты развития событий, они все равно сливаются в одну точку, потому что во Вселенной у всего есть цель. Вот если бы мир был хаотичен, если бы в нем все происходило просто так, ну, тогда да, малейшее изменение, и мир как карточный домик рассыпается. Но это же далеко не так. Все ровно наоборот. Мир упорядочен, у него есть свои законы, которые управляют процессами. Игорь Зимаев также отталкивался от концепции Козырева. Будто время есть вид энергии. В своих изысканиях Зимаев пришел к заключению, что оно движется по спирали, из прошлого в будущее, и так образуется некий туннель. То есть это очень упрощенная модель энергоканала, или как еще это называют, туннели в пространстве и времени. Туннели, которые связывают прошлое, будущее, или разные точки пространства. И здесь же, вот на этой модели, мы можем хорошо, наглядно увидеть одно интересное явление. Я его называю волной событий. Исследователь полагает, что будущее зависит от цепочки событий, выстроена и в настоящем. Она не хаотична и не всегда случайна. И если расшифровать ее алгоритм, можно будет передвигаться во времени. Ну, например, вам дарят воздушный шарик, ни с того ни с сего. Потом вдруг вы встречаете своего одноклассника по фамилии Шариков, которого вы не видели там 10 лет. И потом вы попадаете на экскурсию на воздушном шаре. То есть одно за другим событие, которые подобны кругам на воде. То есть событие, которое произошло в будущем, как брошенный камень на гладь озера. А от него из будущего к нам в прошлое идут вот эти круги. Все события во Вселенной развиваются по спирали и связаны с циклами. Движение планет, смена времен года, чередование дня и ночи. В человеке мы видим проявление всего того же самого. То есть это, допустим, система кровообращения, циклы дыхания, вдох-выдох. Даже в работе мозга существуют ритмы, альфа-ритм, тета-ритм, да, которые тоже по своей природе цикличны. И другие циклы. В природе, в живой, вокруг нас, вот эта закрученность, отсутствие симметрии левого-правого, о которой многие говорили. Вероятно, если человек научится перемещаться внутри спиралевидного временного туннеля назад или вперед, то сможет путешествовать во времени или во Вселенной. Открыть туннель должен некий портал. Возможно, в природе он уже существует. Ученые давно говорят о таком явлении, как кротовые норы или червоточины. Это некий тоннель, гипотетически соединяющий два разных пространства или две Вселенных. Хотя этот тоннель может соединять и разные части одной и той же Вселенной, нашей, например, Вселенной. При этом расстояние, которое путешественник или наблюдатель проходит внутри этого тоннеля, между точками, образующими входы этого тоннеля, оно может быть значительно короче, чем расстояние по внешнему пути, если тоннель соединяет одну и ту же Вселенную. Первое упоминание о кротовых норах связано с работами Эйнштейна и Розена. В 1935 году ученые назвали явление «бридж-мост». Термин «кротовая нора» был введен позднее. На протяжении многих лет ученые пытались найти доказательства существования кротовых нор. Дело в том, что для поддержания кротовой норы по теории необходима фантомная материя. Что это такое, доподлинно никто не знает. Астрофизики спустя несколько десятилетий после работы Эйнштейна вернулись к идее кротовых нор. Ответ прост. Было показано и доказано, что даже в теории Эйнштейна для существования кротовых нор этой самой фантомной материи может быть сколь угодно мало. Ничтожно мало. Миллиграмм или несколько атомов, еще меньше. А всю остальную субстанцию, которая поддерживает кротовую нору, может быть обычная материя, не нарушающая вот это условие энергетического. Например, это может быть обычное электромагнитное поле. Прежде чем человечество освоит кротовые норы и начнет их использовать для путешествия во времени, ученым предстоит доказать их существование. Пока кротовые норы существуют лишь в теории. Однако в космосе существуют черные дыры, и вот они тоже могут стать вратами в иные миры. Черные дыры – это не фантастика. Черные дыры – это… Ну, мы живем, можно сказать, на кладбище черных дыр, потому что это конечная стадия эволюции массивных звезд. Внутри черной дыры, как и внутри кротовой норы, существуют временные петли. Если из кротовой норы теоретически можно выбраться, то из путешествия в черную дыру, как говорят ученые, вернуться нельзя. Это не просто мертвая звезда. Сложно представить, но там нет даже вещества. Черные дыры – нет поверхности. Это просто гравитационное поле некой массы, которая сжалась, как говорят, в сингулярность. Так вот, с этим явлением, скорее всего, связана история образования Вселенной. Внутри черной дыры столь сильная гравитация, что материя закручивается в спираль. Вырваться из затягивающей воронки невозможно, но куда она ведет? Вы попадаете в расширяющийся поток материи, попадаете в другую Вселенную, но она по отношению к нашей находится в будущем. То есть вы обратно уже вернуться не можете. Но если в той Вселенной тоже есть черные дыры, это все могут быть входы в другие миры. Ученые считают, что временные петли могут быть только внутри кротовых нор и черных дыр, а на Земле их быть не может. Если бы человек попытался создать на Земле портал, воссоздал в нем временную петлю, то это поставило бы под угрозу все человечество. Черная дыра съела бы всю Землю, если она имеет достаточно большие объекты, а не макроскопические. Потому что микроскопические черные дыры, конечно, могут пролетать сквозь всю Землю, не причиня значительного ущерба, но они не могут повлиять на человека. Это покажется невозможным, но экстрасенс Владимир Михайлов уверяет, что знает о происходящем в черных дырах. Он может мысленно заглянуть туда. Я считываю информацию. Я как бы вхожу в черную дыру. На самом деле она где-то далеко, а я сел и мысль проникаю туда и считываю, какие процессы там происходят. Владимир Михайлов считает черные дыры местом преобразования времени. В них попадает прошлое и там превращается в будущее. В какой-то момент происходят роды. Из черной дыры происходит со вспышкой, с последующим свечением рождается ядро звезды. Ядро звезды состоит из парного кристалла водорода с абсолютным нулем градусов по шкале Кельвина. В этих кристаллах записана информация будущего. Изучив строение черной дыры, Михайлов пришел к выводу, что новая звезда из черной дыры рождается в иное измерение. Парапсихолог уверяет, что с помощью телепатии он также вошел в контакт с представителями иных цивилизаций. Они используют черные дыры как врата для путешествия по Вселенной. Летающие тарелки – это машины времени. Они не летают, они перемещаются во времени. Наше пространство состоит из воронок времени. 12 воронок времени с одной стороны, 12 воронок с другой стороны. Все эти вороночки вращаются с угловой скоростью одинаковой. Ученые считают время самым сложным явлением. Оно может планомерно течь, при этом обладает способностью разворачиваться и сжиматься. Ясно, что есть некое время, как некая форма движения, некой текучести, то, что можно измерять, можно исчислять. И есть то, что вне времени. И вот это вне времени похоже, что вечно. Оно всегда существует. И вот здесь начинается самое интересное. Начинаются какие-то философские размышления, и начинается, собственно, религиозный опыт. И мне кажется, что во все времена, во все эпохи, вопрос о временном, то есть временном, конечном и бесконечном, это вот та точка, где начинается, собственно, религия. Как ни странно, древним цивилизациям было кое-что известно о природе времени. Египтяне считали, что человек состоит из бессмертного духа Ба и нескольких его воплощений Ка. То есть человек одновременно живет во множестве параллельных миров. Двойник Ка связан с человеком. И он, ну, живет в каких-то параллельных реальностях. У Ка свой мир. И можем назвать, что это Ка-мир. В этом Ка-мире живут Ка-вещи, которые окружают человека. Там человек, двойник, питается Ка-продуктами. И это становится особо актуальным, когда человек заканчивает свой земной путь, да, и, видимо, начинает свое другое существование. Теорию, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно и протекают в параллельных мирах, сегодня высказывают многие исследователи аномальных явлений. Известен феномен. В некоторых местах на Земле людям открываются картины из прошлого или будущего. Люди рационально смеются, хотя на самом деле вполне, может быть, они видели вполне реальных существ, вполне реальных волосатых дикарей или плезиозавров, которые жили тысячи или миллионы лет назад на этом самом месте. Точно так же может быть, что часть наблюдений так называемых НЛО это наблюдение реальных объектов наших же собственных кораблей, может быть, даже рейсовых кораблей, летающих, там, Москва-Курск, Москва-Нью-Йорк, только летающих через 50, через 100 или более лет в будущем. Хроноаномалии нередко встречаются на островах. Считается, острова обладают особенной энергетикой. Люди, которые там живут, порой даже не догадываются, что у них под ногами ничто иное, как природная машина времени. Островная энергетика, она очень сильно отличается от того, что мы чувствуем и видим на материке, здесь, около Москвы, хотя здесь тоже есть какие-то места сильные, но на островах чаще всего потоки, они концентрируются, и они как бы выносят этот остров. Парапсихолог Ольга Горнова часто путешествует по местам, которые считаются аномальными зонами. Часто это именно острова или полуострова. Недавно она побывала в Крыму, недалеко от плато Карабияйла. Это место считается аномальным. Там много раз видели НЛО, и часто бесследно пропадали люди. Внезапно Ольга увидела около себя какую-то светящуюся точку. Она вращалась и постепенно увеличивалась. Передо мной стала развертываться информация, каким образом можно перейти из этого тела в другое измерение, в другое время. Но непонятно, что будет с моим телом. То есть оно может реально, например, исчезнуть. Потому что у меня прям... Я видела процесс, в котором мне показывали, как именно трансформировать, как вот диссоциировать молекулы своего тела. То есть вот они все раз разошлись и перешли через определенную дыру в пространстве в другое измерение. Ольгу Горнову окликнула попутчица. То и показалось, что ей не здоровится. И действительно, вскоре Ольгу увезли на скорой помощи с острым воспалением. Ее доставили в Москву. Во время операции у женщины была зафиксирована клиническая смерть. Ольга думает, что внутри ее тела умерла часть клеток, которая была втянута в некую временную воронку. Из-за того, что процесс перехода в иное измерение оборвался, в этих клетках остановилось время. И они погибли. Выздоровев, парапсихолог продолжила искать места хроноаномалий. Она отдыхала на Майорке и прочла о соседнем, малоизвестном острове Минорке. Там находятся руины неизвестной древней цивилизации. И там практически каждые два квадратных километра существует либо мегалит, либо какой-то разрушенный город, либо какие-то пещеры, либо какие-то куэсты типа пещерных городов в Крыму. И поэтому вот... Но я считаю, что такие камни, они тоже обладают сознанием. Ольга тщательно изучила остров и нашла там храмы, построенные на местах силы. Она уверяет, что стоя там, может мысленно перенестись в прошлое и увидеть тех, кто жил на этом острове тысячи лет назад. Есть места, где играли дети. Хотя ничего вот в физическом мире об этом не говорило. Вот четко видишь, что вот это место, и просто вот реально, что вот они играли, там какие-то камушки, какие-то у них деревянные штучки вот какие-то вот продолговатые. И они играют. Причем такие дети похожи реально даже не сколько на испанцев, сколько больше вот на мавров. Ольга утверждает, что люди в том мире ее не видят и не ощущают. Чтобы не изменить ход событий, ей запрещено пристально смотреть на людей в прошлом. Парапсихолог считает, если человек ощущает пристальный взгляд, но рядом никого нет, велика вероятность того, что за спиной может оказаться гость из будущего. Так он и выдает свое присутствие. Исследователи аномальных явлений утверждают, что мест на Земле, в которых время изменяет ход, немало. Там отсчет минут и секунд идет по непонятной для человека системе. В таких местах кварцевые и механические часы часто выходят из строя. Навигационная аппаратура начинает давать сбой. Такие территории наши предки называли гиблыми местами. Роль предупреждающего знака играет яркое название. Если наши предки какому-то месту дают такое говорящее название «Ведьмина поляна», «Чертово логово», «Чертово плеша», «Чертово игрище» и и т.д. и т.п., если вы столкнулись, если вы услышали краем уха, что то или иное место, поляна, урочище названо вот таким не голливудским, но сказочным названием, будьте уверены, это сделано вовсе не от больной фантазии. Это такое своеобразное предупреждение. Исследователь аномальных явлений Вадим Чернобров снарядил экспедицию вместо хрона аномалии. Она находится в Жиздринском районе Калужской области. Но где точно искажается время, никто из местных жителей сказать не мог. Лес в этом месте, хотя и дремучий, но он разбит просеками на аккуратные квадратики километр на километр. И вот, чтобы быть уверенными, что мы не пропустили ни один кусок леса, мы последовательно занимались прочесыванием, в день прочесывали 2-3 квадрата, 2-3 квадратных километра. Для этого на просеке развертывалась цепь прочесывания. Это примерно 50-100 человек, людей достаточно опытных. Все члены той экспедиции были опытными исследователями. У каждого с собой был компас или GPS-навигация. Они искали любые электромагнитные странности, которые могли бы указать границу хрона аномалии. Однако ни опыт, ни аппаратура не спасли исследователей. Именно в ловушку времени они и угодили. По расчетам, члены экспедиции через 20 минут должны были выйти на лесную дорогу. Но ее все не было. Спустя 20-25 минут, полчаса, 40 минут мы идем нормальным шагом и все, не выходим, не выходим, не выходим на рубеж прочесывания. Это было непонятно, необычно. Пройти незамеченным, проскочить через лесную дорогу невозможно. Ну, потому что один человек еще может как-то, не знаю, забыться или задуматься и пройти через просеку, но проскочить 100 человек одновременно не может. Группа из 100 человек, вооруженная навигационной аппаратурой, блуждала по лесному квадрату практически два часа. Люди устали, никто не понимал, что происходит. Наконец они нашли какую-то дорогу, после чего был устроен привал. Два человека были отправлены на разведку. они дошли до ближайших перекрестков, на которых установлены столбы с номерами лесных квадратов. По данным, полученным от разведчиков, удалось определить место положения экспедиции. Вариант, что мы заблудились, отклонились, куда-то в сторону исключен полностью. Оказалось, что мы за это время каким-то образом пересекли, попали из одного квадрата в другой, между ними как мы попали непонятно, потому что между ними мы должны были пересечь ну как минимум пять или шесть лесных дорог. При этом мы не пересекали, никто не видел ни одной лесной дороги. Получается, большая группа людей каким-то образом перескочила из одной точки пространства в другую. Это противоречит законам физики, но одновременно сотни человек не могло показаться. Иногда время начинает играть с человеком злые шутки. Анна Леонтьева живет в настоящем дне сурка. Мистика, но ее жизнь превратилась в цепочку фатальных постоянно повторяющихся событий. Девушка уверена, что ее жизнь будто бы затягивается во временную воронку. И с каждым годом та становится все уже. Несколько лет подряд в начале января, когда страна празднует и веселится, на голову Анны сыпятся сплошные неприятности. Именно 5 января ее бросают женихи. Впервые это произошло в 2007 году. Мы Новый год вместе встречали, это было впервые, когда я встречала Новый год вообще даже не дома. И после Нового года человек пропадает. То есть просто он не отвечает на звонки, он не пишет ничего. 5 января он присылает мне СМС-сообщение, что ты очень хорошая девушка, дело не в тебе, просто сейчас у меня очень сложный эмоциональный период, и я думаю, что нам надо бы расстаться. А 6 января уже на протяжении нескольких лет Анна попадает под машину. Первый раз она чуть не погибла под колесами легкового автомобиля. Попала под машину. На переходе, причем я шла на свой зеленый свет, девушка начала поворачивать, не заметив меня, она разговаривала по телефону. Она задела мне коленку, у меня был вывих. Год спустя все повторилось по такому же сценарию. 5 числа Анну неожиданно бросил молодой человек, хотя молодые планировали пожениться. И на следующий день девушка вновь оказалась в опасной ситуации. На следующий день не смог затормозить джип. Гололед, он разогнался достаточно быстро, загорелся красный свет. У нас светофоры веселые, они не через желтый загораются, они зеленый и сразу красный. Он задел меня, ну как бы сняк на бедре был. Там не вывихав, ничего, просто был сильный ушиб достаточно. В 2009 году Анна после расставания с очередным воздыхателем угодила уже под газель. У девушки была серьезная травма. Анна не может найти объяснение этим странным совпадениям. Она заметила, с каждым годом машина, под которую она попадает, становится больше. Дальше, если продолжать цепочку, должен быть грузовик. Последние годы Анна 5 и 6 января не выходит из дома. Помимо этой цепочки событий, Анну часто мучают дежавю. Завариваешь чай, очень четко знаешь, что сейчас его прольешь. Или, допустим, берешь тарелку, она, в принципе, не особо горячая, просто донышко мокрая, а ты уже знаешь, насколько осколков она разобьется. И вот в этом состоянии в течение трех месяцев. Анна обращалась к медикам. Никаких отклонений у нее не нашли. Магам и колдунам она не верит. Девушка решила меньше общаться с людьми и работает в приюте для животных. Там ей становится легче. С того момента, как девушка завела животных, у нее прошли приступы дежавю и прекратились неприятности. Что это, мистика или совпадение, девушка не знает. Она надеется, что вырвалась из временной воронки. Каждый человек полагает, что временем можно управлять, ведь его законы давно известны. Но тем не менее, время каждый раз показывает свою переменчивость и непостоянство. Если человек научится воспринимать время как многогранное явление, возможно, вскоре нам откроются новые тайны Вселенной. И мы увидим, что в одном параллельном мире только что начался ледниковый период, а в другом погасло наше Солнце. и все это происходит на самом деле именно здесь и сейчас. Путешествия во времени невозможны. А между тем, как мы сегодня уже убедились, современная наука утверждает, это непременные условия нашей жизни. Задумываемся ли мы, что мир, в котором мы существуем, как коммунальная квартира, битком набит нашими будущими детьми и внуками, и самыми дальними родственниками, да историческими динозаврами, которые, не подозревая о наших правилах ПДД, прутся на красный свет и гуманоидами будущего, которые, как кузнечики, скачут с планеты на планету. И это не преувеличение и не абсурд. Просто мы все существуем в разных измерениях. И, слава богу, не претендуем на жилплощадь друг друга.